Снегирёв, всем доброго времени суток. Сергей Саратов. Здравствуйте, как дела с новым потом? Просто интересно, книгу получил, но пока не читал. Саратов Сергея тоже просил одновременно с книгой, спасибо. Отвечаю. Значит, снова там, это значит, что однажды я громко сказал, ребята, учитель требует от девочек, чтобы у них был для связи там, для программ, ну сейчас много же идет дистанционно, вот, но был ноутбук, вот, а и две девочки, а они с такой семьи, что там, честно говоря, хлеб не каждый день. Я не преувеличиваю. Вот, если бы я вам рассказал, что было в те годы, страшные годы, вот, страшнейшие годы, невыносимые, невиданные, вот, вы бы еще поняли, что дела с ноутом, это все ладно. Они могли просто, но раз попросили меня, я дал объявление, несколько чек прислала мне в сумме 4 тысячи рублей, вот, а тут как раз крупный заказ был оплачен. Я вначале полез в этот, как он называется, я всегда подробно говорю, зато меня никто не принят в хитрости. Вот, в Азорне, я забыл, как называется, вот, а, Тимошка, он мне быстро нашел за 25 тысяч, и вроде почти новое, я не дозвонился, почему-то, ну, телефон был, потом 20 тысяч, потом 15, а потом я подумал. А потом еще один покупать, когда окажется металлолом, вы знаете, как покупать по этому, ну, догадываетесь. Вот, я пошел в магазин, взял побольше денег, я как раз получил очень крупный перевод, я, это, 4 тысячи было ваши, я выбрал самые дешевые, но сказали, все там, с процессором там совсем, все наморочено, 31 тысячи. Я 27 своих отдал, 4 ваши отдал, и я отвечаю, Сергей Саратов, как дела с ноутом, ноут был детям куплен, вот, я не болтаю, тем более, что уже 4 тысячи не возвращают живо, и не идти же по этим, по, как они называются, по комиссионкам, вот, да, новый ноут был куплен, но это на всю жизнь, вот. Что еще? Елена, это уже сынище получается. А, нет, погодите, книгу получил, не читал, Савинцы и Сергея пришли, с книгой, спасибо. Так, Елена, здравствуйте, не должно быть определения искренней, обработка сада. Сад должен жить и дышать, саду в нем просто наблюдать или в курсе переплывал. Елена, Елена, Савинец или, даже если не Савинец, я до сих пор этого не знаю, сколько раз спрашивал, допустим, Савинец, аспирантка, мой мостик с наукой, единственный, пусть шаткий, пусть еще, это, который может однажды рухнуть, потому что у нас, ну, как получилось, что Курдюмову сказали, что он, да, темирязевец, ну, раз с железом связался, значит, он неправильно темирается. Елена, не боитесь, что вы неправильный аспирант будете? Вот, я-то мне терять нечего, вот, а у вас впереди эта карьера, а вдруг лаукнется, ну, это ладно, вот. А почему я сейчас это, знаете, у меня еще время есть, смотрите, лекция, возвращаюсь в ее же, так, я хотел вам показать, знаете, кого, вот, повторю, но это очень важно, это к вам относится, вот это Курдюмову, и вот он здесь, я повторяю его слова, дословно, нет, не так, как примерно, могу где-то набрать, и вдруг он рассказывает то, что я хотел услышать, всю жизнь мечтал, всю жизнь, понимаете, так же, как с Курдюмом мы оказались с двух сторон подо всех вопросов нижних скелетных веток, к вопросу максимального количества почек и листьев, максимального, потому что только тогда дерево можно выкормить максимально с помощью глюкозы. Глюкозы. А это близкая тема, потому что перед нами уникальный, гениальный человек. И знаете, что он рассказывает? Это касается всех, а я вот не помню, вы в курсе, или нет, Елена Александровна, вы же не все вебинары видели. Итак, что он говорит? Исаева, не та Исаакова, а Исаева, настоящий садовод, Ирина, доктор наук, защищалась в Мичуринске. А где же ещё защищаться в Мичуринске? И у неё не приняли защиту. Знаете почему? Она шла необычным, странным путём. Это очень важно. Я один раз рассказывал. Я должен, это мой долг, как гражданин России, вы должны это знать, что учёный проявил гениальную вещь. Он не делал, а сорта А плюс Б получилась С, в ря, и можно защищаться. Вот, и он получился и более моростойкий, и более крупный, и более вкусный, и более... Нет, она наблюдала. И у неё сделан был вывод диссертации. Это со слов Курдюмова. Не хватайте меня за язык. Или ещё за одно место. Вот. Это сказал Курдюмова. Вот с этого вот экрана. Можете проверить. Вот, видите, название фильма. Значит, что? Она определила, что никакими, никакой селекции невозможно увеличить производительность деревьев. Это гениальная фраза. Если всё, что я услышал от Курдюмова, является правильным его переводом её, а меня от него. Невозможно селекцию увеличить. Невозможно. А это страшно. Вот тут-то и надо было переходить на прививки, на всё. А её послали. И она поехала. Она поехала в Новосибирь, в Сибирь. И там уже восхнили, где, конечно, совершенно другие люди. Это же Сибирь. Мы же, кстати, в Москву спасли. Вспоминаем 41-й год. Вот. И там её спасли. Репутацию. Там она защитила диссертацию. Хотя наверняка там не было прямых специалистов, как в Мичуринске. А я-то как присобачился так к ней. Мой-то постулат, он рядом. У неё нельзя с помощью селекции увеличить производительность. А у меня нельзя с помощью извращений. Мы сегодня с десяток извращений с вами. Вспомните? Что бы вы ни делали, отрезали, не отрезали, гнули, резали, как там дальше было, осветляли, перекапывали почву, хоть там наперекапывайтесь, вносили удобрения, удобряли. По 10-20 литров, помните, давали. Не увеличивайте даже на 1 грамм. Это Железов говорит. Даже на 1 грамм не увеличится производительность дерева. За все годы. Даже на 1 грамм. А меньше будет. Жизнь короче. Из количества дерева на Севере-Сибири. Теперь берём две половины. Там селекция не даёт. И моё извращение не дают. Теперь объединяем в одно целое, пожалуйста. Ну, я не прошу Нобелевскую премию, я не прошу даже докторскую эту диссертацию. Мне её никогда не дадут. Её дали Мичурину. Сразу стал академиком. Он не писал горы бумаг, переводил бумаги. Королёву за ракету дали эту самую. Кроме там всяких этих ещё, дали просто звание академика. Но они заставлялись годами сидеть за диссертацией, доказывать, что ракета полетит. Вот доказал бы, вот диссертация, да, там схема, всё, лет пять, ракета полетит. А потом бы его пустили бы на ракетодром. Или на завод. Поняли, да? Вот это, наверное, что мне наболело, я как сказать? Навеяло. Давайте вспомним, что мне навеяло. А, Лена, ну, ну, так как, если это всё-таки сомнение, то только вы могли такое написать. Мы наблюдатели и укушатели плодов. Сад должен жить и дышать. Ну, Господи, Боже мой. Даже если это не вы, ну, до сих пор ведь не сказала. Я же несколько раз спрашивал. Елена, это вы или не вы? Может, другая Елена? И всё-таки, кто вы, вы или не вы, но вот это вот гениальная фраза. Сад должен жить и дышать. Мы в нём просто наблюдатели. Вот. Ну, спасибо. Господи, у меня сразу это настроение другое, что я не один. Так. Что расслышал, но не понял, что за натяга. А это не знаю, что означает. Так, Влад. Какие культуры не нуждались в процедуре настроения ментора? Груша на уссурите. Сливы на китайках. Через и вишни на СВСШ. Так, ну, это по порядку. Не нуждались в процедуре на СВСШ. Только груша на уссурите. Другого я не знаю. Дело в том, что у меня получилось как? Сливы на китайках. Нет, давайте по порядку. Итак, ой, Господи. Что-то целый час нужно, ребята, побойтесь Бога. Разве можно такие серьёзные вопросы задавать? А, Влад. Ну, отвечаю. Как можно, короче? Настояние ментора – это значит, что у меня… Ой, Боже. Как-то говорить надо. Вот. Я покупаю в субботенском саду с этих самых… 300… Ну, обмен. Я заводы что-то украл. Поменял на… Ой, да. Занял. Поменял на 300 саженцев, сенцев. Абрико. Я не говорю манджурцы. Вот. Я на них привил для начала 40. Ну, остальные потом сгорели, пожарили. Я на них привил 40 китайских… Ой, этих… 40 королевских абрикосов. 39 не пошло. А я тогда уже был специалистом, считался. И даже уже эти летние, уже лекции читал. А у меня из 49… 40-39 мёртых. А 40-й погиб на следующий год. Вторая попытка была связана уже с перерывками не на эти, ну, как бы случайные, которые были из субботенского сада, от Байковой. А у меня уже были свои пошли. Сельцы от манджурца, от того патриарха. Вот. Но у меня получалось тоже немного. Я проб, год, два, три, у меня количество растёт. Ну, как? Десяти? Два пошло. На следующий год я ж веточки брал. Да вот задним целую… Считайте, вот целое направление сейчас услышать от меня. Но веточки не с мёртых брал, а с тех двух, которые выжили, тут же получше, чем те. Вот. С Майманджурца. Ну, две из десяти. Я образно, там цифры были немножко другие. Сам принцип. Но с этих двух взял и получил. На следующий год, ну, три из десяти. Ещё год пять из десяти. Ещё год девять из десяти. Наследование ментора завершилось. И так и осталось. И сотни могло выжить, прижиться хорошо. Девяносто пять, девяносто семь. Бывало, и девяносто восемь. Ну, бывали упрямцы. Но это отдельный разговор про них. Это так интересно, когда… Вот бесплатно, не хочу приживаться, и всё. Но это отдельный разговор. И так доставление ментора свершилось. Вот, понимаете? А я подчеркивал, когда у сурисской груши у меня с себя на десятки тысяч. Вот, их бы надо по всей стране. А у меня, откуда бы я не получил грушу, у них тоже они отовсюду были. Вот с востока, с запада, где я только не хапал. Как ни привив, приживается и дойдёт до полношения. Мне, не считая тех, что я уничтожил своими руками… Ну, представляете себе, молодое дерево, на нём 18 веток, я все 18 отрезаю. И оно начинает постепенно загибаться. Вот, это было. Но если дерево я не трогал, помните нарядную фигуру «Гигантское дерево»? Вот, метров 12 в высоту, 40 ведер с одного дерева. Сварог также, помните? Ещё несколько деревьев. Но только потому, что я всех не резал. Предела нет. И вот именно всё привито на усурисскую грушу. Вот это первый вопрос. Поняли. Наслоение ментора. Груша на усурите. Да. Без наслоения. С первой попытки. И это хорошо. И вам не надо тогда. Вы же можете у меня груши деньги купить. А сиренки уже не обязательно ко мне. Остальные, это большинство видов у меня уже привычены. Надо же с сосенками ко мне. А груши, пожалуйста, к соседу, у него в сладке. Срежите венточку. 100% нет. Не 100. Но привычивать нельзя. Тут, конечно, и квалификация роль играет. И время играет роль. Тут много факторов дополнительных. Но если брать в идеале, ну, вероятность при желании из 10, 5, 8. Но это же хорошо. Сливой на китайках. Дело в том, что есть китайки и есть венгерки. Это два класса. И есть чёрт, что. Вот. Китайки на китайках. Великолепно. Но китайки на китайках я не плеваю. Вот. Вот. Пока вот несколько человек. Вот даже это самое. Если ты меня ещё слышишь, Галинка-малинка. У тебя там были сливы, да? Они же не привиты. Скосочек. Вот. Я ещё не показывал твоё фотографии. Ещё покажу. Вот. Или, допустим, по-моему, да, у Северины. Вот. В Омске. Тоже. Тоже скосочек. Но раз мы не прививаем китайки на китайки, они и так хороши. То получается, на них надо прививать тогда, например, а это линклоды. На них тогда надо прививать домашние сливы. Потом, наверное, на них надо прививать венгерки. Вот. И у меня, в принципе, ну, может быть, это благодаря качеству прививки, то от такого... Я не говорил, что все приживаются, но из 10, ну, 8, 9. С первой попытки. Вот это я хотел сказать. А вот черешни вишни на ВСЧ. Знаешь, что такое ВСШ? Это вишня сибирская штамповая. Это хорошо, я догадался. Я никогда не писал ВСШ. Или почти никогда. Вот. Черешни очень плохо прививаются к ним. Вот тут без этого... Вот смотрите, вы мне возьмете веточку черешни? Я же сегодня, вчера показывал, вчера, позавчера я хожу по саду. Черешни не дали прироста вообще. Срезать нечего. Все окукнуло. Все перешло на стадию. Каждая веточка на верхушке из плодовых в этих. Растения стали. Но это результат дикой невероятной засухи. Вот. Я не могу вам все эти писать. А когда вы у меня вишни копите, косточки, простите, привык на них черешни, метод тыка. Может оказаться, один сорт из 10-10 приживется. А другой из 10-10. А 0, 2, 3. То есть полная неизвестность. А вишни легче. Почему? Я привез вишни с Украины. 100% прижились. Вот и все. А черешни уже через одну. Ну, вот как смог, на то ответил. Черенки с подвойных. Тоже по 200. Тут в таких случаях я так говорю. Подвойная – это, допустим, уссурийская груша, дичок. Это сибирка, правда, культуренная. Я не хочу дикие с тайги вам. А то будете мыться с ними. Это, опять же, уссурийская груша, мальчишский абрикос, волочная вишня. Все сказал. Ну, почти все. А вы пишите по 200. А я делаю не так. У меня в каталоге, да, 200. Они бесценные. Кому они нужны? Мне их заказывают год несколько человек. Но это супер, что доводит. Он не посмотрит, что 200. Ему они нужны на что угодно привьет. И это будущее подвойных. Тут уже не расшифровано. Хоть это яблони, груши, абрикосы, сливы. Это будущее в свой. Часть сада с подвойными, которые, когда человек хочет стать сегодня гектар, завтра 10, а завтра 100 и так далее гектаров. Вот для таких. И такие люди есть. И среди вас есть. Кто выписывал и уссурийскую грушу, и манджурский абрикос и так далее. Но, раз вы пишите по 200, ну, я уже знаю, Влад, вы, наверное, не олигархах. Ну, как раз, познайтесь. Иначе бы они спрашивали по 200. Ладно, для нас 100. Ну, и для любого, кто это слышит, 100. Потому что здесь свои. Вы мне потом заказы на чернике делаете. А вы мне подвойные, вот что я это перечисел, сказали, обещали по 100. Будет по 100. Вот. Понятно, да? Галина. Валерий Костич, добрый вечер. Два года назад купила саженец груши. Тогда это не та Галина. Вот. Это не Галинка Малинка. Два года назад, когда она у меня... Ладно. Купила саженец груши. У нее верхушка была, как бы, согнута, направлена в сторону. И не предлазначение. Ну, понимаете, вот как купили, все равно надо было отрезать хотя бы половину кромок. Половину длины. Ну, и попала бы она под это. Выбросили бы эту гнутую верхушку. Вот. А сейчас что? Сейчас надо, чтобы мы послали фотографию. Вы вместе посмотрели. Дерево живо. Они бывают живые, даже если предпродажную, предпосадочную подготовку, пожарную, допустим, они не делали. Не отрезали. Ну, давайте сейчас посмотрим, как она с собой будет. Притянем. Что с ней дальше делать? Я же не вижу. Виталий Шостак. Если морозобойно убила верхушку ветки, и она за лето засохла, обрезать нужно до мертвых бережей, оставляя пенек, или ниже здоровой древесины замазан баром. Ой. Морозобойно убила. Тут хорошо бы пошариться для начала внизу, раскопать корневую шейку. Не там ли причина, что меньше стало поступать питательных висец? Потому что, если вы попросите этих, выпуски, дать совет этих терморезов, они тут же отправят в магазин за фунгицидами. Вот что. Надо знать причину. Бывает, что просто, да, морозобойно, просто предельно мороз лучше делать. Конечно, убивать верхушку. Здесь дольше всех туда влаги. Чем выше, тем труднее влаги идти. Поэтому умирание с верхушки-то и начинается. Вот теперь как? Очень просто. Значит, вы сразу не спешите. Вот. А, у вас уже засохло. А вы еще доиспорь не обрезали. А, все, теперь ждите весны. Вот как засохшее, так оно и будет засохшее. Это не беда, и никакая страшная болезнь с засохшей ветки. Низу не опустится, и все дерево не убьет, не заразит. Не бойтесь этой дури. Вот. Придуманной. Отсохло, отсохло. Ранней весной отрежете. Как раз по этому месту, по живому. По границе. Продолжение следует... Продолжение следует...